Начнем. Всем доброго дня. Меня зовут Иван Степанов. Я буду сегодня в качестве модератора. И, как вы все знаете, сегодня у нас тема касается развития арктической зоны нашей республики. В частности, мы будем подружаться в призме цифровизации. Затронем такие пункты, как образование, технология и связь. И хотели бы всех поблагодарить, кто сегодня пришел на это мероприятие. Инициатива организации такой встречи была заявлена еще в декабре, может даже в ноябре. Мы знаем, что есть ряд научных деятелей, также предпринимателей, у которых есть свое видение, свое предложение по тому, как сделать лучше жизнь в Арктике. И в связи с этим мы организовали сегодняшнюю встречу и пригласили как можно больше организаций, которые имеют отношение в своей деятельности к вопросу развития Арктики, к вопросу цифровизации, образования, связи. И сегодня мы сделаем таким образом, то есть по повестке мы идем, и вначале будут выступления по вопросам вообще ситуации нынешней в Арктике, потом будут представлены проекты технологического плана, которые имеют отношение к сегодняшней теме, и потом уже будет такая некая дискуссионная часть, где каждый желает, чтобы вначале мы приглашенным дадим слово, потом уже будут вопросы со стороны участников. Кроме министерств здесь у нас присутствуют представители институтов развития, серии инноваций, технологического развития, цифровой экономики. Также здесь у нас присутствуют представители специализированных, так скажем, организаций, которые занимаются вопросами коренных малочисленных народов Севера. Также есть сами представители общин, которые непосредственно ведут традиционный образ жизни и быт на Севере. И инновационные компании, и не только инновационные. Я надеюсь, что сегодня диалог общей встречи пройдет на конструктивной такой волне. И в последующем мы полагаем, что можно будет еще по этой же теме, но с другими проектами провести подобные встречи. И по результатам мы думаем, что необходимо будет направить рекомендации по вопросу развития Арктики для включения государственную программу по Арктике в рекомендации в адрес руководства нашей республики. Давайте мы перейдем уже непосредственно к выступающим. Примерно рекламент 10-15 минут. Мы приглашаем вас сюда, и здесь, отсюда вы можете будете уже вести презентацию. Первым у нас выступает, погодает Михаил Александрович, исполнительный директор секретариата Северного форума, председатель правления Ассоциации Оленеводы Мира. Добрый день, уважаемые участники. Я бы хотел, во-первых, поблагодарить организаторов за возможность выступить. И хотел бы сегодня с вами поделиться, наверное, теми соображениями по развитию Арктики, с которыми мы в своей работе сталкиваемся. Я, как уже сказано, представляю Северный форум. Как вы знаете, это организация, которая меняет северные регионы, не только России, но и всей Арктики, а также неарктические государства. Ну и с другой стороны, общественной работой я занимаюсь, это Ассоциация Оленеводы Мира, где тоже входит 10 государств и 24 оленеводческих народа, которые занимаются оленеводством и которые постоянно сталкиваются с этими проблемами. Мне бы хотелось, наверное, в общих чертах рассказать, потому что начать с глобальных проблем именно Арктического региона. То есть мы с вами пойдем от общего к частному уже потом, ближе к конкретике, я думаю, здесь присутствующие коллеги тоже выступят и поделюсь уже конкретными проектами в области развития телекоммуникационных технологий в Арктике. Следующий слайд. Пожалуйста. Ну, хотел бы отметить, что, ну не буду говорить, но все вы прекрасно знаете, что Арктика – это огромный регион, отсюда все возникают проблемы, связанные с развитием инфраструктуры. Это большие расстояния, это неразвитость инфраструктуры, экстремальные условия, малозаселенность и так далее. И до сих пор даже у нас нет четкого определения, что же такое Арктика. Четких границ южной границы этого региона тоже пока что еще общего мнения нет. Я на этом останавливаться не буду, я думаю, что это еще будет обсуждаться далее. Но этот регион еще обладает такой особенностью, что здесь проживают коренные народы по всей Арктике. И это является такой особенностью этого региона. То есть это регион уже обжитое на протяжении тысячелетий. Здесь жили, работали люди. Следующий слайд. И я буду непосредственно касаться вопросов развития оленеводства. Потому что если вы посмотрите, оленеводство все-таки является основным видом традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. Вот если и по карте посмотрите, практически все арктические государства, за исключением Исландии, являются оленеводческими странами. Хотя в Исландии есть небольшое поголовье северных оленей. Но как такового традиционного оленеводства там нет. Следующий слайд. Ну, как вы знаете, большую роль сейчас в Арктике играет изменение климата. И климат будет меняться в два раза быстрее, чем в других частях планеты. И это тоже нужно учитывать при развитии общей инфраструктуры. Следующий. Ну и сегодня ключевыми факторами развития Арктики. Очень много, то есть накладывается далее. Это изменение климата, это и природные ресурсы, которые существуют. И основной интерес арктических государств, неарктических государств в этом регионе, он как раз таки связан с наличием богатых природных ресурсов. Также другие факторы, это судоходство, рыболовство, полезность и так далее. Следующий. Но, между тем, инфраструктура в этом регионе, как я уже сказал, практически не развита. И мы вот на примере телекоммуникационной сферы увидим, насколько разница с южными регионами, с центрами развития, насколько она колоссальная разница. Следующий. Вот. Даже с этого слайда вы видите, да, такое темное пятно Арктика. В ночное время это как раз таки связано с развитием инфраструктуры. Далее. Ну, зачем мы сегодня говорим, да, про цифровизацию, про телекоммуникации? Конечно, здесь речь, во-первых, идет по вопросу обеспечения связи и безопасности в Арктике. Сегодня происходит активное хозяйственное освоение Арктики, проживают коренные народы в этом регионе. Есть постоянное население, и оно нуждается в связи и в обеспечении безопасности. Это также общественное пользование, это личное использование как бы в хозяйствах, в домах. Образование, вот мы сегодня тоже будем этого вопроса касаться. Здесь речь идет и о общем образовании, и также о высшем образовании. Потому что мы здесь, в республике, знаем о существовании кочевых школ, которые сегодня сталкиваются с огромными проблемами, да, в обеспечении связью. Я думаю, что коллеги вот об этом сегодня расскажут. Телемедицина также является одним из важных элементов обеспечения качества жизни населения. Вот во всей одной форме у нас есть проект развития арктической телемедицины, и в рамках него мы вот занимаемся обменом опыта среди регионов по развитию этой отрасли. Сохранение языка и культуры коренных народов тоже очень тесно связано с обеспеченностью связью. Потому что одно дело иметь культуру, язык и так далее, но делиться и сохранять, и передавать эти знания, это тоже очень большой вопрос. Ну и конечно же основное это экономическое развитие. Происходит освоение природных ресурсов, как я сказал. Происходит развитие транспортной инфраструктуры, традиционных хозяйств. И я здесь более подробно буду говорить о леневодстве, для которой связь телекоммуникации тоже играет очень-очень важную роль. Следующий слайд. Мы вот постоянно говорим о том, что наши, вот те люди, которые проживают в Арктике, на севере, они очень как бы отрезаны от всего мира, да, у них нет постоянной доступной связи, информации постоянной, тоже потока такого постоянного нет. И вот если мы посмотрим, в 2011 году проводились исследования в рамках Арктического совета по состоянию вот даже мобильной связи в Арктике. Это вот в 2011 году такая ситуация была. Вы видите, что в основном вот Скандинавия, она полностью была там покрыта в 2011 уже году, да, а наш север, наша Арктика, вот российские, посмотрите, там практически очень мало было инфраструктуры. Следующий слайд. Вот в рамках Арктического совета сегодня председательствует Финляндия, и Финляндия заявила своими приоритетами, своей программе, одним из приоритетов развития телекоммуникации в Арктике. Это еще началось с американского председательства, когда этот вопрос был, как говорится, в приоритете. И Финляндия продолжила эту тему, и сегодня существует, следующий слайд, существует такой оценочный доклад о телекоммуникационной инфраструктуре в Арктике. Этот доклад разрабатывался специальной целевой группой, и сегодня он уже представлен на рассмотрение министров, и эта работа будет продолжаться. Следующий слайд. Вот вы можете посмотреть, что в этом докладе говорится о чем. Первое, это в Арктике обеспечить связь, возможно, в основном через спутниковую связь, да. Однако, если вы посмотрите, вот эта вот теневая сторона от 72-й до 79-й параллели, до 79-й параллели, это практически там спутниковая связь находится на нулевом уровне. То есть, и здесь, если вы посмотрите, вот эти регионы, в том числе наши республики, подпадают под эту зону. Следующий слайд. Кроме этого, развитие транспорта, это очень важно для транспортных путей. Вот в этом слайде вы видите тоже, в докладе говорилось о том, что есть трафик авиасообщения и морского сообщения. Если вы посмотрите, вот эти вот красненькие точечки, это все авиасообщения. И как раз это все трассы, полярные трассы, авиасообщения проходят над республикой Саха-Якутия, там другими регионами Дальнего Востока. А синие точечки вот эти, вот это трафик морского транспорта. Следующий слайд. И вот что я говорил о безопасности. На этом слайде видны зоны ответственности арктических стран за обеспечение безопасности по соглашению в области поиска и спасения в Арктике от 11-го года. Это число. И здесь вот вы видите, да, трассы вот с североамериканского континента в сторону Азии, Ближнего Востока, между Европой. И вот те маршруты, которые идут в Азию, они проходят через республику Саха-Якутия. И существуют вот спасательные центры, которые по соглашению должны размещаться вдоль трассы этих путей. Следующий слайд. Вот. Также я хотел бы коротко вот показать, да, сравнительный анализ по странам, по развитию мобильной связи и интернета. Здесь вот в Скандинавии, конечно, мы видим, что полностью они обеспечены вот зеленым цветом. Это 4G. Это мы видим в Швеции и Финляндии практически вся территория покрыта 4G-сетью. Ну, в Норвегии там немножко по-другому. Там в основном 2G и 3G. Дальше следующий слайд. В Исландии ситуация, вот тоже видите, точечно существует 4G. Ну, и местами там. Но у них особенность в том, что очень много оптиковолоконных кабелей в Исландии проложено. Следующий слайд. Ну, и посмотрите. Вот если скандинавские страны более-менее развиты, это связано с развитостью инфраструктуры, близостью к европейским рынкам, центрам, да. Но есть страны, такие как Канада, у которых ситуация похожая на нашу. Вот это канадский север. Вы видите, тоже у них очень небольшое покрытие мобильной связью, интернетом. И также они очень много вкладываются в развитие оптиковолоконных кабелей. Следующий слайд. Ну, в Гренландии вот тоже очень, совсем маленькие поселения. Ну, это огромный практически континент, где, в большом острове, где очень мало жителей, поэтому это связано с этим. Далее. Ну, а вот российская часть, российская Арктика. Вы видите, что тоже очень изолированные системы развития связи, мобильные интернет-связи. Ну, конечно же, здесь в первую очередь это связано с огромными пространствами, изолированностью тех поселений, в которых у них существует, также неразвитая инфраструктура и так далее. Следующий. Ну, примерно вот тоже ситуация на Аляске. В основном, более вот юго-восточная часть Аляски в основном развита. Вот есть 3G, 4G. А на севере, в актической территории, тоже практически этого нет. Следующий. Ну, по стоимости я тоже подробно говорить не буду. Это примерно вот в других странах, что у нас. Вы знаете цены у нас, в России, да, на мобильный интернет, на... в наших актических поселениях. Здесь для сравнения тоже есть данные по стоимости. И вот видите, что практически 300 долларов в месяц это уходит... Так, это у нас... Нук Гренландец. То есть, самый дорогой интернет есть в Гренландии. А самый дешевый, как ни странно, находится в свадьбарде Швейцверген, в Новегии, куда проложен кабель оптиковолоконный. Ну и, соответственно, вы видите скорость интернета, да, и... Ну и условия, там, пакеты по 200 гигабайт или безлимитный тариф. Следующий слайд. Я вот буквально вчера смотрел вот эти карты, да. Это вот покрытие 2G и 4G связью. У нас, конечно, еще вот очень много... Много есть населенных пунктов, которые не обеспечены такой связи. Здесь, ну, наверное, плохо вам видно, просто точечки эти, они разного цвета. Там, желтенький, это 2G, зелененький, это 3G, а фиолетовый, это 4G. Ну, все это так пройдись, чтобы было видно. Это у нас мегафон выставляет, это МТС у нас 4G. Вот видите, да, в Арктике 4G практически нигде нету. Далее, мегафон тоже самое имеете. В основном это центральная часть Якутии, ну и какие-то южные районы. Далее. Ну, тут опять же. Ну, теперь очень коротко скажу про нужды в связи, да, для лимонства именно. Следующий слайд. Я тут некоторые слайды пропущу, чтобы время сэкономить, да? Дальше. Так, дальше. Ну, тоже о проблемах оленеводства вы все прекрасно знаете. Это вот, начиная от земельных вопросов, изменения климата, дикие олени, хищники там и так далее. Но для всего этого, вот, все оленеводы, конечно, ставят вопрос о необходимости иметь постоянную связь. Сейчас вот оленеводы используют, многие уже используют спутниковые терминалы связи, но которые очень дорогие. И иногда вот практически без связи остаются. Остается, самый надежный способ это радиусы. Но радиостанции тоже обеспечены, с радиостанциями очень такая, тоже сложная. Постоянные проблемы с этими радиостанциями, которые ломаются, которые нужно обновлять. И используют более современные станции, типа там японских станций и так далее. Следующий слайд. Вот многие уже сейчас задумываются об использовании ошейников для отслеживания передвижения оленей. Это вот Олимпийский район и Аймеконский район. Да вот вы видели видео, там расскажут тоже, как практику использования. Сегодня вот существует, в основном для республики, конечно же, используется спутниковая связь для того, чтобы отслеживать оленей. Но в других странах, конечно, по-другому, потому что у них инфраструктура уже развита, и там GSM везде есть. Поэтому им легче отслеживать по GSM связи. И спокойно со смартфона можно определить местонахождение этих оленей, их передвижение по времени и так далее. Конечно, здесь проблемы по блоку питания, который в зимнее время быстро садится. Ну и он зависит от того сигнала, который посылается этим каждым мошенникам. Я думаю, что это очень сильно бы облегчило жизнь оленеводов, которые смогли бы быстрее находить, определять и предотвращать потери оленей. Поэтому этой технологией, конечно, нужно заниматься, нужно ее внедрять. Но для этого, конечно, требуются очень большие на сегодняшний день финансовые затраты следующих. Ну, теперь перейду к образованию. По ключевым школам уже скажут, я хотел бы остановиться на высшего образования. Мы ставим задачу такую, чтобы мы разрабатывали образовательные программы именно для оленеводов в сфере профессионального образования и высшего потом образования. И мы считаем, что оленевод достоин быть образованным, знать не только как пости оленей, но и все, что сегодня необходимо знать оленеводов. Это юриспруденция, экономика, природопользование, экология. В общем, целый набор знаний, которые ему необходимы. И поэтому необходимо развивать такие образовательные курсы для повышения их компетенции. И мы вот в рамках университета Арктики создали институт оленеводства, где мы пытаемся эту работу проводить. И вот буквально в апреле у нас состоится очередной пилотный курс по вопросам арктического питания, инноваций и предпринимательства в традиционных отраслях. Так, следующий. Следующий. Еще. Еще. Ну, разные у нас были проекты, в том числе в Республике Саха-Якутия, целью которых была работа с молодежью, с тем, чтобы молодежь все-таки оставалась в оленеводстве. Но для этого, как я уже сказал, необходимо создавать условия, в том числе обеспечивать связи интернетом. Следующий. Еще. И вот мы уже в рамках наших проектов тестировали разные возможности. То есть молодым оленеводам интересно общаться со своими сверстниками в других регионах, в других странах, делиться опытом и так далее. И вот эту возможность, в том числе дистанционная связь, она играет очень большое значение. Следующий. Вот это мы проводили такой телемост между шведскими оленеводами и нашими никутскими. И разработали в рамках этого магистерский курс в рамках университета Арктики, который назывался «Адаптация глобализации в Арктике на примере оленеводства». И он проходил на базе университета Оулу в Финляндии, который давал вот эти баллы. Вот у нас 10 баллов в степени магистерского курса было, да. И 30 студентов у нас этот курс прошли, получили эти баллы. То есть мы тем самым показали, что в принципе технология, она работает. Это возможно дистанционно обучать и давать молодежи знания. И мы бы хотели обратиться и в СВФУ с предложением, чтобы вот этот курс все-таки как-то дальше совместными усилиями развивать. И все технические возможности есть. Хотя, конечно, вот на местах именно оленеводы, где живут и работают, будет проблематично. Но я думаю, что эти проблемы можно решить совместными усилиями. И можно обеспечить участие наших молодых оленеводов в следующем. Ну и тем самым мы поможем оленеводам, молодежи из числа коренных молодших народа Севера адаптироваться ко всем тем переменам, которые в Арктике происходят. Это экономические трансформации, социальные, изменения климата, промышленности и так далее. Спасибо за внимание. Спасибо за столь объемный доклад. Вообще информация для дальнейшего погружения, она как бы является, наверное, такой основной. Возможно, да, потому что мы говорим про цифровизацию. Раньше об этом не говорили. Сейчас это не то, что модно. Но это тренд, это правда нашей жизни. И мир изменился давно. Жизнь на севере, в Арктике совсем иная. Не такая, как здесь мы здесь живем, да, в Якутском городе. Либо там, в ближайшем каком-нибудь населенном пункте залеченном. Там совсем другая цивилизация. И технологическая цивилизация приходит. Видно, как можно и все это применять для улучшения качества жизни. И, ну, видно, что в других, там, скандинавских странах все это давно работает. Конечно, есть отдельные аспекты, да. Вот обстоятельства, почему там больше связей, а здесь пока еще меньше. Хорошо, давайте двигаться дальше. И следующий спикер у нас Шумилова Виктория Валентиновна. Главный специалист отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Сахай-Кунте. Пожалуйста. Добрый день. После выступления Михаила Александровича, хочется сказать, что чтобы достичь вот этих глобальных задач и решать развитие, добиться развития традиционной отрасли в городе Севера, Голливудовства, необходимо решать проблемы на местах, проблемы людей, которые живут в вас и на Севере. И что делается в Министерстве образования для детей, этих людей, я немножко, буквально, презентационного расскажу. Поддержка кочевого образования. У нас, конечно, нормативно-правовая основа есть. Это закон о кочевых школах, концепция кочевого образования. Буквально в прошлом году, с первого года, у нас принято отдельная подпрограмма «Дети Арктики и Севера» в рамках государственной программы развития образования на 16-23 годы, наперед до 16-го года. Ну, также у нас есть, работают кочевые школы, в общем, дальше, значит, вот сведения кочевого школы у нас по статистике 16-го года. Если посмотреть, то у нас, ну, немножко идет не спад, а это они же передвигаются, перемещаются. Если дети растут, кто-то, школьные у нас, 18 дети, ну, все равно есть и динамика, как они вот идет. У нас 11 кочевых школ в этой сети районах. Дальше. Вот, с 2015 года, 2015 года, Министерство образования запущено пилотный проект изготовления предпочтного модульного модульного блока для кочевых школ республики. И первый, значит, модульный блок наш, значит, был доставлен, значит, кочевую школу Кидаликэн. Это предхарьяловской средней школе Ленюкского национального ленгийского района. Вот, видите, как население радуется, дети, все были в таком положительном шоке от устройства, от устройства и оборудования школы. Дальше. Ну, вот, значит, вот видите, с 2015 года у нас первая школа Харьянах, кочевую школу Кидаликэн, ушел дальше. В 2016 году мы доставили кочевую школу, такие же, Махартистайскую, Момского района, походскую школу, начальной школы, общение Нижнеколомского района. Но, к сожалению, по дорожным условиям она еще не доехала. И, значит, в 2017 году наше последнее, значит, модульный блок ушел, был доставлен на ТСК, почему начальную школу, Верхнеколомского района буквально. Вот, как видите, она вот благоустроенная, можно еще дальше. Благоустроенная, имеется там и туалет, санузел, котельная и так далее. Но в 2017 году при помощи, значит, наших поставщиков, Север-ТС, был усовершенствован этот модульный блок. То есть он теперь состоит не из одного блока, да, а из двух блоков, которые основным блоком является учебный блок, который требовал, значит, и второй блок, это блок снабжения, котельная, генераторная, санузел, туалет, и который очень даже, именно, отвечает всем требованиям пожарной безопасности и жизнедеятельности детей. А вот это, значит, усовершенствованный модуль блока, был ПТЕ, вот, после доставки. И буквально недавно он был открыт, вот, тоже население радуется, что наконец-то у них начинает работать, значит, кочевая школа. Ну и у нас планов много, перспективы мы хотели бы еще, значит, подключить современные инновационные технологии, солнечные батареи, спутниковые связи и так далее. Планов, конечно, много. Хорошо? Помимо этого у нас, значит, мы занимаемся дополнительным образованием и профобучением в кочевых школах, ну, не только в кочевых школах, но и во всех северных школах, северных арктических районах, да. То есть тут, значит, с пятого по девятый классов ведется обучение по проекту оленеводства, старшие классы, они проходят профобучение, и, значит, в школах некоторых получают аттестат в свидетельство рабочей специальности оленевод и также по специальности ввождение на малой технике. И такие школы, значит, дают свидетельство, это Лохачистайская школа Момского района, Юрехаинская школа Наварского района. И после окончания школы некоторые дети остаются работать в оленеводстве, и создаются даже молодые семьи. Так что это очень даже перспективно для развития отрасли, их традиционной отрасли. Хорошо. Ну, вот по результатам, значит, первого года реализации этого проекта, программа, то есть, если маленькие наши, скажем, результаты, это созданы две кочевые утверждения, это кочевая школа на базе Кустовской школы, Ивена-Патантайского национального района. Дальше кочевая – это школьная группа на базе детского сада Керечена, Синихарьяла-Халинюкского, Литкиского национального района. Проведен первый конкурс педагог кочевого образования, ну и наше оснабжение, которое у нас идет по программе. Дальше. Планы на следующие годы – это проведение международного года искок коренных народов, в плане проведения всех молитвей и по всем пути народам Севера. Создание, идет работа по созданию новых матчевых учреждений, это на базе Кустовской школы. И на базе Барангутской школы. Также планы восстановления кочевых школы Тагумача, Ремикурской школы, Анаховского района, также Табаламской школы, Нахаянского района и Урада, и Березовской национальной литвейской школы, Анаховского, Ускаду. Видите, у нас стоит задача создать условия современной доступной образовательной среды для всех детей. Дальше, конечно, подготовка кадров – это у нас обязательная задача. И дальше разработка учебно-медельческих пособий, которые как раз являются темой нашей сегодняшней дискуссии. Ну вот, также есть, с 16-го года у нас тоже запущен проект мобильно-электронное образование в кочевых образовательных организациях. мы, как вы видите, в 16-м году, 17-м году, мы первые дали мобильные портативные комплекты, компьютерное оборудование с программным обеспечением мобильно-электронной школы. И все патчевые школы получили все вот эти комплекты. Дальше. Ну, есть, конечно, проблемы, которые ежедневно работаем над этими, значит, проблемами. Самое главное – это недостаточное финансирование под программой «Диартики Северной». Ну и, конечно, все вот эти проблемы исходят, будут, конечно, решаться по теме, по мере поступления наших финансирований. Ну, нет, ну, нет, ну, спасибо. Спасибо, доктор Альбина. Ну, работа в целом сейчас по направлению образования, она действительно идет, и хотелось бы, чтобы население там тоже получало информацию, как же работать с этими технологиями, как внедрять их, что нужно, вот доносить еще, наверное, какие решения могли бы действительно быть полезными для них, технологические решения, искать их, вот среди тех предпринимателей, либо ученых, которые, да, что-то разрабатывают. И, ну, время такое, да, что действительно без технологий никуда, и об этом мы сегодня и говорим. Сейчас, прежде чем перейти непосредственно презентации проектов, будет объявление небольшое Владимир Николаевич Васильев, заместитель министра внешних связей и делам народу, сообщит вам информацию. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Я кратко вне программы хотел сделать краткое объявление, да? Ну, тема очень интересная, цифровизация. И в этом году у нас два наших мероприятия планируется в Республике Сахая-Якутия, на которых можно развить дальше вот эту тему и привлечь внимание международно-экспертного сообщества, научного сообщества, образовательного потенциала. Дело в том, что 1-5 июля этого года состоится международная конференция по идее ЮНЕСКО «Сохранение языков коридных народов мира в киберпространстве». Такая конференция у нас проводилась уже три раза. У нас, в принципе, опыт есть. Это инициатива постоянного комитета ЮНЕСКО «Информация для всех», поэтому призвал бы более активно принять участие в подготовке и проведении данной конференции, в подготовке, может быть, специальной сессии, именно по нашим проблемам, которые нас интересуют и по которым мы хотим привлечь внимание международной общественности. И второе мероприятие 24-28 сентября, вместе с Северным форумом, мы инициировали Северный форум по устойчивому развитию. 4-5 дней будем работать. Дело в том, что вы сами знаете, что в арктической зоне мира созданы очень хорошие площадки, крупные площадки. Это арктический круг Исландии, арктические рубежи в Норвегии, Арктика – территория диалога и Арктика – настоящее будущее, которое теперь, видимо, оба форма будут проходить в Санкт-Петербурге. Но в этой части, в северо-восточной сентре Арктики у нас вообще никаких площадок нет. В Северной Америке, Канаде, США, они проводят также свои симпозиумы. И при этом вот на всех этих площадках участие республики, можно сказать, минимальное. Очень дорого, ну, проезд стоит и так далее. Многие эти мероприятия проходят без перевода на русский язык, поэтому достаточно сложно. И, учитывая все эти факторы, мы решили синициировать и создать здесь международную площадку, постоянно действующую под названием Северный форум по устойчивому развитию. И это мы задумали еще в преддверии российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах, как раз в 22-м году юбилей, столетний юбилей нашей республики, чтобы к нашему юбилею мы уже создали настоящую, эффективную и очень большую международную площадку, на которой мы могли бы обсуждать все те вопросы, которые нас интересуют. Весь комплекс вопросов, касающихся социальной комиссии развития республики, Дальний Восток и Арктики в целом. Привезти сюда экспертов, чтобы у наших ученых, экспертов разных областей был бы прямой контакт. И кроме традиционных форум, по которым проходят такие мероприятия, пленарные заседания, сексионные заседания, мы планируем организовать любого формата мероприятия, мастер-классы, B2B, для того, чтобы результатов форума выйти на конкретные совместные проекты, формировать международные команды экспертов по самым разным направлениям, и в том числе по цифровизации. Что касается этой темы сегодняшней дискуссии, просто для сведения хотел бы сказать, что сейчас Роскосмос выполняет крупные контракты британской компании, OneWeb, запускает спутники на орбиту, и этот проект предусматривает оплаты планеты спутниками не очень высоко висящими, полностью всю планету оплаты, и обеспечение предоставлением услуг интернета и мобильной связи на бесплатной основе всем стран на базовых скоростях. И надо сказать, что Российская Федерация единственная страна, которая пока не подключилась к этому проекту. Хотя Роскосмос запускает эти спутники. Поэтому я бы призвал бы подумать и над этим, может быть в рекомендациях или где-то на больших площадках озвучивать постоянную проблему, насколько нам важно в отдаленных районах, вообще на всей территории республики наличие качественной связи, интернета, и чтобы Россия все-таки приняла решение, Роскомнадзор, там и Фресбук, по-моему, еще не дали своего согласия на подключение к этой системе, чтобы все население Российской Федерации, особенно наша республика, арктические регионы, получили доступ к высококачественной связи. На этом я хотел бы завершить краткое выступление и пригласить всех наших участников в двух признанных мероприятиях. Спасибо. Спасибо, Анатолий Михайлович. Значит, первый выступающий по вопросу практических решений технологий для цифрового развития Арктики приглашается Жужиков Анатолий Васильевич, доктор наук педагогических, заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО СВФУ. Тема проекта «Разработка передвижного многофункционального комплекса жизнеобеспечения Тундра». Добрый день, уважаемые участники дискуссионной площадки. Мы сегодня заслушали, какие потребности у нас имеют в арктических регионах, в целом говорим о цифровизации. И вот мы конкретно хотели бы предложить сегодня какие вопросы у нас стоят. Во-первых, мы здесь в центральной части республики говорим о высоких технологиях, говорим о цифровой экономике. А в самом деле, как обстоятельства в Арктике, в арктических регионах наших унусов и каким образом органично внедрить информационные технологии в традиционные образы хозяйственных деятельностей и корректных полосей в городах Сейдана. И каким образом привлечь молодежь в Тундру. Вот такие основные проблемы. И мы видим, первое – это направление обеспечить доступ к глобальной сети интернет для всего населения, включая людей, которые ведут кочевой образ жизни. И второе – это как использовать информационные технологии для сохранения языка и культуры уже исчезающих относителей военных болтий и городов Севера. Вот два больших проекта конкретно мы предлагаем. И вот первый проект «Зарешите приступить» – это разработка многофункционального комплекса жизнеобеспечения КЖ «Тундра», которые будут покрывать. Мы видим, что у нас в Тундре сейчас все согласились, что нет электричества, телевидения, сотовое связи, интернета. То есть мы видим вопиющее информационное неравенство, которое недопустимо в 21 веке, потому что они лишены практически всех информационного общества. Дальше. Поэтому нашей целью поставили разработку такого многофункционального комплекса, который для первых порах мог бы обеспечить какую-нибудь связь для ленивонов. Дальше. Ну, естественно, поставили задачи. Во-первых, это вот создание телекоммуникационной системы обеспечить доступ. Второе – разработка вот передвижного многофункционального комплекса. И третье – организация системы институционного обучения на базе этого и декрегатное информационное неравенство. Дальше. Вот такой вот комплекс, который будет построен, вот такой маленький вагончик, который можно передвигать по тундре вместе с кочевым, с кочеванием оленеводов. Он будет обеспечен комплексом оборудования, включая вот солнечные батареи с бутинговой станцией, Wi-Fi роутер и, ну, для того, чтобы ее можно подключить к интернету. И оленеводы смогли бы в тундре ходить с современными планшетами и иметь доступ к интернету. Кроме того, эта буточка, в ней будет тревожно клопком через, чтобы люди знали, куда сразу бежать. Если что случится, прямо в будку. И получить медикаменты и так далее. Чтобы все было в одной точке. Вот мы назвали этот комплексом. Дальше. Ну, вот, в принципе, вот, в месте кочевания вот такая вот такой вагончик стоит, связывает вот со спутником, настраивает станцию, включает Wi-Fi и мы получаем интернет. Дальше, когда мы перемещаемся на новое место дислокат, и вагончик опять-таки настраиваем и получаем интернет. То есть, постоянно у нас будет такая связь. Кроме того, на этом месте, что вот при перемещении с одного места на другое, и вот в этой будке тепло всегда, печка на топливо будет. И для того, чтобы поставить чул в новом месте, и комфортные условия, что есть в этом вагончике. Есть связь и так далее. Дальше. Ну, снаружи, да, и изнутри, то есть, он приставляет такой вагончик примерно два на три, два метра на три метра, в рабочий стол, в компьютере, и нелепичное топливо, которое обеспечивает тепло в этом вагончике. Дальше. Ну, в результате мы получим, как бы, следующие результаты, что будет обеспечено связь, с подключением к интернету, решена проблема чрезвычайной ситуации, а регионы, вот, приобщаются к современной жизни, получат доступ к информации, и дети регионов могут получать, значит, обучаться по дистанционным методам нового обучения и курсы всех событий без дальше. Так, теперь конкретно по оборудованию. Как, каким образом сегодня мы будем обеспечивать? Во-первых, это мы выбрали спутниковую станцию Star Fleder Star Fleder Star Fleder Tantel в стандартику, который имеет доступ к трём спутникам, экспресс ААМ-7, экспресс ААМ-3 и Ямал-401. То есть, к любому спутнику можно расстроить эту дистанцию. Дальше. Экспресс ААМ-5 покрывает Ордовский дону, полностью его в Якутии охватывает, поэтому с помощью этой спутниковой станции можно обеспечить полёжную связь. Мы связывались с представителями в Якутии до Восток-Делекома, и на какой-то уровне Востоке они это делают как по карантине. Дальше. Тоже 5-литровый бак имеет, который может работать 10 часов непрерывно, да? Дальше. Их можно использовать ветерные, ветерогенераторы, но они достаточно громоздкие, но их можно устанавливать только в месте более долгого кочевания, чтобы подзарядить там что-то и так далее. И второй вот ветерогенератор, пожалуйста, следующий. Он до одного, значит, киновата может давать ветерогенеру. И вот теперь мы подходим к самому интересному, когда полярная ночь, каким образом мы подключим, будет обеспечивать работу данной станции. Как вы думаете, у кого есть какие предложения? И здесь вот мы переходим к нашему ноу-хау, как говорится, благодаря нашим новосибирским учёным, который разработали украшенную печку. Дальше. Которая называется мини-печь «Эндигирка». Она очень небольшая. И при таких размерах, при одной закладке, она может гореть 10 часов. И обеспечить тепло в помещении 50 квадратных метров. Но у нас удочка маленькая, всего 6 квадратных метров. Эта печка может гореть. У нас там поддерживает тепло больше суток. Кроме того, уникальность этой печи загружает о том, что она вырабатывает электроэнергию 60 Ватт. А 60 Ватт стабильнее. Это минимальное. Поэтому, кроме того, эти разработчики гарантируют, что вот эта печка будет совершенствоваться, и скоро они сделают до 100 Ватт эту печку. И теперь дальше смотрим, какие наши потребности. У нас спутниковая станция потребляет всего 10 Ватт. Вай-фай роутер 5 Ватт. И эти лампы, светодиодные, они совершенно баллопадные. То есть мы где-то 20 Ватт потребляем, а у нас печка дает 60 Ватт. То есть мы обеспечим круглотудочную работу нашей станции. Но единственное, что нам надо нотбук поддержать. Ну и вот, в принципе, он проблему решит. Поэтому, в данном случае получается, что мы, эта спутниковая станция, практически можно работать круглые сутки, полярную ночь и по вреднему виду, как бы подряжаться с помощью солнечной батареи. Ну, общая ступа из оборудования у нас получилась 500 Ватт. Ветерогенератор, если бы добавить, то она дороже. Разработка тележки, это у нас примерно цена 325, 20 тысяч, нам сказали, из легких материалов. И вот, общий вес только оборудован 254, а тележка сама тяжелая. Но она зависит от, из каких материалов будем делать, и какой будем исполнить. То есть, в принципе, это только идея. В дальнейшем, можно технологии совершенствуются, можно и спутку станцию поменять, и каждый день буквально. Так, дальше. Вот. Вот этот проект я докладывал в декабре вот на 13-м международном форуме Арктика в Санкт-Петербурге. Дальше. И там я выступал вот в секции созданий, подготовившихся с трудом оборудования для Арктики. Выступали очень солидные докладчики, солидные фильмы, «Россия», «Россия». «Ком» и так далее. Были доклады очень такого глобального характера. Говорили об обществе знаний, уже там далеко ушли в ноябре. Доклад мой был последним, тогда один я выступил с практическим докладом, и, в принципе, мне показалось, что я всех удивил тем, что внес предложение, и я одного вопроса не поступил. В глазах председателя я видел удивление и недоумение. Неужели в Арктике действительно так? Они в Москве сидят, не знают наши права, не просто. Поэтому в решение я это дело предложил. Ну и, думаю, раз такие, как бы, ну, судьи, эксперты не дали существенных замечаний, то проект возможно реализовать. По идее, этот проект, при финансировании, он реально, его можно даже ничего сделать и реализовать. Опытный образец. Дальше. Ну и вот, можно сказать, что вот этот вагончик стал бы кусочком цивилизации в Тундре, с помощью которого, ну, как бы, оленеводы, школьники приобщились бы, вот, к глобальному миру, к дистанционному обучению. И, кроме того, я еще хотел бы сказать, что, вот, сейчас будет доклад делать про, значит, про чипование линий, мониторинг линий и так далее. И вот эта вагончик, она же могла бы стать, как бы, ну, центром информатизации, цифровизации Арктики. И, кроме того, когда эта техника появится, необходимо ее обслуживать. Необходимо обслуживать. Поэтому, естественно, почему, как и в другой области, почему не должно быть специалистов в Тундре? Например, они вот программисты, они вот интернет, например. Почему нет? Было бы тогда молодежь, пришла бы в Тундре. Это ребята с высшего образования, программисты могли бы работать. Вроде бы смешно, но недавно о чём работницах не могли говорить, а буквально вот сейчас, что бы работать, вот, штабных единиц, но о чём работницах уже есть. И можно было бы, если джига программистов, внедрить, обосновать, должностные инструкции, поскольку есть оборудование и так далее, и тундра бы ожила, потому что добавила бы 130 мужчин в тундре, а они бы перевернули доли. Так, дальше. Вот она на проект будет заканчивается, и второй проект у нас «Сохранение языков и культуры» сделает Анна Александровна. Ну, сейчас на этом. Спасибо за внимание. И мы в видеоролик хотели показать видеоролик по второму проекту, и потом Анна Александровна дополнит. То есть это уже начало выступления? Да, начало выступления. Спасибо. На следующий проект. Можете сразу. Давайте отключаем. Каждый язык является уникальным, хранилищем информацией, о говорящей на нем этности и его культуре, о своей собственной эволюции, а также о природе человека как биологического вида. На протяжении всей истории человечества происходило рождение одних языков и отмираний других. Сейчас этот портал содержит около 500 уникальных статей об Арктике, о ее географии, по климатической характеристике. И через удобный рубрикатор слева, этот рубрикатор, можно очень быстро найти интересующий раздел в меню. Например, можно посмотреть уникальную, специально разработанную для этого портала карту компактного расселения коренных малочисленных народов Севера. Или же, например, можно прослушать видео лекции зарубежных исследователей об Арктике. Например, Свейна Матисона и Джона Отвит-Онланда из Норвегии, наших коллег. Также портал содержит информацию о деятельности Северного форума и является площадкой рабочей группы Северного форума о региональной адаптации к изменениям климата. Но главная ценность нашего портала это, конечно же, люди. Это персонали, представители коренных малочисленных народов Севера, носители языка и самопытной культуры. На портале можно посмотреть интервью с Борисовой Сардуланой Дмитриевной, с Верой Александровной Дудкиной. Представлена информация Николая Савича Тарапукини в Великом Галерийском поэте. И также о зарубежных представителях коренных малочисленных народов Севера, например, о современном сказателе Хившу, Эскимосе. Отмечу, что для народов, которые находятся на грани исчезновения, каждый носитель языка и культуры, он является уникальным представителем народа. И пока эти представители еще живы, нужно записывать их на загрожайносители. Так, в результате реализации данного проекта нам удалось сохранить уже почти исчезнувший язык лесных югодиров. И мы сейчас гордостью можем сказать, что язык лесных югодиров нами не только сохранен, но и находится на стадии небольшого развития. Когда мы только начинали проект, оставалось только три полноценных носителя языка. Одна женщина нам была больна, одна проживала в Магаданской области, и только одна смогла нам помочь в этом деле. Это Демина Любовь Николаевна. Здесь на слайде она представлена. На портале можно послушать детские сказки, записанные ней, или посмотреть разговорник по языку лесных югодиров. То есть разговорник, он является полноценным пособием для изучения языка. То есть любой желающий человек из любой точки мира, если он поставит перед собой задачу изучить язык лесных югодиров, то с помощью нашего портала он может прочитать какую-то грамматическую информацию и прослушать, как звучит живая югодировская речь. Например, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогучи. Добрый вечер. Помоси Йоулене. На портале арткнигопедия.ру такие разговорники по темам есть для югогирского языка и для югогирского языка. Также для изучения языка очень помогут наши электронные книги. Давайте сейчас выберем какую-нибудь книгу и посмотрим. То есть все книги, они выполнены очень качественно. Они будут интересны детям, потому что они очень хорошо иллюстрированы. Они содержат и декоративные небольшие материалы в начале, то есть вопросы, по которым можно поговорить с ребенком, обсудить где-то. И также можно не только почитать эту сказку, но и послушать ее. Информацию на эти книги нам помогла собрать Людмила Николаевна Жутова. Это ученый, собиратель югогирского фольклора, специалист по югогирской одежде. Во время экспедиции в Хабаровский край нам удалось сделать видеозапись кире Антонины Сергеевны, доцента Хабаровского государственного педагогического университета и большого специалиста в области культуры и быта на найцев. И так получилось, что эту запись мы сделали в июне, а осенью Антонина Сергеевна уже не стала. И вместе с ней ушла целая эпоха истории этого народа на найцев. Но на нашем сайте сохранились эти видеозаписи, которые, еще раз повторю, доступны из любой точки России и мира. Также в ходе реализации этого проекта нам удалось записать двух последних носителей негитайского языка и тоже представить их на нашем проекте. Вспомним видеоролик, который был. В начале видеоролика подключала фраза. По пессимистическим прогнозам УНЕСКО при таких темпах в конце 21 века останется лишь около 10% существующих в нем языков. Давайте подумаем, 10% это же очень страшная цифра. Если немножко сузить масштабы и представить, что наша страна — это весь мир, сейчас в России 150 языков, и уже к 2099 году из 150 останется 15. 150 или 15 — это на самом деле очень страшная цифра, если мы будем бездействовать. Сейчас на нашем портале следующий слайд. Представлены 26 из 41 коренной народности Северо-Сибири и Дальнего Востока. Информация, которая представлена, она энциклопедически вымерена. Каждый раздел содержится в публикатор, где водитель, где можно перейти на интересующую тему. Например, можно посмотреть хозяйство, можно посмотреть одежду. Чтобы все очень удобно и быстро искать. Ну и также, чтобы информация не была энциклопедически сухой и скучной, мы по возможности добавляем интерактивные мультимедийные материалы. Например, мультфильмы, национальные песни, документальные фильмы и даже описание компьютерных типов, которыми можно заинтересовать людей. То есть материалы с нашего портала ArcticMegapedia.ru — это не только подспорье для ученых, но и каждый человек может дома зайти и найти для себя что-то интересное, что-то показать своим детям и как-то через компьютер приобщить детей к культуре от коренных малочисленных народов. Также сейчас ведется активная работа, чтобы представить на портале все культурные объединения КМНС. То есть музеи, театры, какие-то фольклорные коллективы, центры национальных культур. Так, например, на нашем портале уже представлены Музей музыки и фольклоры народов Якутии. Очень интересные видеозаписи. Советую дома зайти и вместе с людьми посмотреть по народностям. Но когда мы ведем эту работу, мы сталкиваемся с той проблемой, что культурные коллективы неохотно предоставляют нам информацию. Видимо, необходимо подключить Министерство культуры и духовного развития. Еще одна уникальная ценность нашего портала – это образовательный блок. Образовательный блок сделан на образовательной платформе Google. То есть любой человек, если захочет, он может зайти. Вот здесь плохо видно, но здесь представлен открытый пароль для доступа. То есть все это бесплатно. Бесплатно можно прослушать лекции, бесплатно можно пройти какие-то тесты. То есть и лекции, и практика, и самопроверка. И все на одном портале. Вообще, на портале мы поставили перед собой цель охладить все возможные аспекты акции, которые только есть. И хочу отметить, что портал, он готов к оперативному внесению информации, если у кого-то есть какие-то предложения по улучшению портала, по его модернизации, то в конце телефона, по которому можно обратиться, мы всегда открыты для сотрудничества. Вообще, нашему проекту в этом году исполняется 8 лет. Как мы уже увидели, сделано немало, но хочется сделать еще больше. Во-первых, хочется сделать портал образовательным подспорьем не только для ученых и студентов СВПУ, но и для любого исследователя, любого человека нашей страны и всего мира. Для этого нам необходимо финансирование на продвижение сайтов поисковых систем. Также хочется идти в ногу со временем и разработать мобильное приложение, своеобразную энциклопедию в Барктике на основе нашего портала, которая была в доступность любого москитового телефона в игровой форме. Также необходимо дополнить разделы новыми видео-аудиоматериалами, «Пока носители еще живы, пока есть такая возможность». Для этого нужно совершить ряд экспедиций по республике и по России, чтобы записать носители из себя. И также одна из наших целей – это сотрудничество с региональными центрами национальных культур, поддержка комитета по языковой политике, Федерального агентства по делам национальности, Министерства культуры и Министерства по развитию Арктики и делам КМНС. Здесь вы видите адрес нашего портала. Советую всем сейчас добавить мобильный телефон, посмотреть, что есть, найти для себя что-то интересное, и также контакты, по которым можно связаться. И еще, пользуясь случаем, я хочу обратиться к представителям родовых общин, которые здесь присутствуют. На базе нашей кафедры у нас есть возможность сделать небольшой фильм о традициях вашей общины и записать на цифровые носители саражилов, которые есть, записать сказки, легенды, воспоминания. Поэтому обращайтесь по этим телефонам, с вас можно только организовать. Организовать эту встречу, а все технические какие-то проблемы, вопросы мы возьмем на себя. То есть у вас будет фильм о вашей общине и будет представлено на сайте вашей люди. Спасибо. Спасибо вам. Действительно, столько работы проделано, и это, возможно, первые шаги, потому что я вижу это как Arctic Megapedia версия 1.0 появится в версии 2.0, когда еще она будет усложненная, с точки зрения каких-либо еще дополнительных функций. Потому что цифровизация – это не просто сайты, где мы информацию видим. Да, это нужно, это должно быть, но дальше уже должен происходить обмен, анализ данными. Мы, возможно, должны, возможно, вот этот сайт либо еще какие-то дополнительные появиться, которые бы видели все с точки зрения цифровых цифровизаций, что происходит в том или иной деревне, в тундре, где небольшое количество оленеводов находится. И тогда все должны как-то взаимосвязаны. Я пока пытаюсь вообразить это будущее с точки зрения цифровизации. Мне кажется, мы только находимся на первых каких-то шагах. Хорошо. Ну и следующие два проекта, они непосредственно связаны уже с практическими решениями, которые уже внедрены и внедряются. Первый выступает, ну не первый, а следующий выступающий – Александр Егорович Кирвошапкин, он является директором ООО ИТЦ, презентует проект спутниковой ошейник для нужд оленеводов и коневодов. Пожалуйста. Александр Егорович Кирвошапкин, Поскольку тут были очень интересные доклады, я просто хочу напомнить, начать свой доклад по существу. Поскольку у нас все работы и наши виды интересы коррелируются с теми видами и работами, которые ведется уступившими. Наша организация в нескольких формах ранее как структура Министерства сельскохозяйства, далее как частная организация, теперь как резидент технопарка продолжаем нашу работу, деятельность в отрасли сельскохозяйства сельскохозяйства, сельскохозяйства и довольно плотно работаем для развития и внедрения в арктических полусах различных инновационных технологий. Мы поддерживаем связь с нашими оленеводами, хозяйство. Со мной я лично знаком. Давно, в 2003 году впервые мы начали внедрение с точки зрения телефона Global Star системы тогда, потом появился E-UTIM, потом появился E-Mersant, теперь работает дитектура и так далее. Мы очень грамотно отслеживаем все это. Я думаю, что благодаря прививанию в компанию технопарк, крупной компанией Ахтепарк, думаю, наша работа существенно улучшится, расширится, в том плане, что мы здесь пользуемся возможностями и технопарка, и, наконец-то, выйдем на какое-то производственное серийное потенциальное работы местного производства. Мы собираемся разработки, разработки, научно-технические разработки, внедрения, опытные образцы. Мы начали работу в Альмебонском и Оленевском обусах. У нас около 300 абонентов только по спутниковым телефонам по всей журке Сахара, Якутия. Нашим мошенникам, больше всего еще. И на Камчатке работаем здесь и так далее. Работаем очень плотно. С традиционной системой связи. Это коротковная система связь. В одних никуда не деваться. Потому что, если они закуплены, я уверен, что наша Альмебон все равно выйдет на связь и скажет, что он говорит нам, да. А спутник хозяйства имеет свойство потеряться, сломаться, блокироваться из-за финансовых трудностей, которые очень часто не могут отслеживать. Мы занимаемся и поставляем мобильные и стационарные электростанции. Любых могилей. Мы не только поставляем, мы и так проектируем эти системы и так далее. И то, что вот Анатолий Васильевич хорошо сказал, что с самым большим вниманием у нас придется сервисное техническое обеспечение после поставки. Наши оборудования находятся, учитывая, что они в экстремальных климатических условиях. Они очень часто ломаются. Это дорогое оборудование. Приходит им закупать ради того, чтобы иметь связь или какого-нибудь блага цивилизации, закупать заново и так далее. Мы думаем, что этот минус должны со временем устранить. У нас есть команда, лаборатория. Видимо, там есть позиция ремонта. В сегодняшний день мы ремонтируем все виды спутников и телефонов вплоть до того, что мы разработали и печатаем практически все корпуса, антенны и так далее. раз мы отправляли в Москву пить, без которых нельзя там, каждый спирт стоили бы 20 тысяч тогда степей, это доступно для наших анимот, по низкой цене и качественнее. Не уступает. ну вот, и различные условия. Ну, это введение. А так, основной тренд докладывающего раньше это спутник для сих пор животных. Далее идем. Ну, система всем известная. Сегодня мы ориентируемся на спутник Иридиум. Он наиболее стабильный, наиболее хорошим запасом охвата территории, в том числе арктические улусы. Ежели у сегодня Глобалстара 24 спутника по экваторах летают и так далее, да? У Иридиума 66 по 6 диагоналям, понятно, да? Ну, по краю практически весь он нашел. Вот. Ну, сегодня есть возможность получить у нас эксклюзивные модемы это микросхемы, чипы Иридиума нам уже позволили. И на базе этого наши инженеры уже разработали шхемотехнику. У нас, ребята, инженеры очень работали. Это не только программисты, инженеры очень хорошие есть. И практически мы самостоятельно разработали свой самостоятельный ошейник. Далее. Ну, ошейники выглядят таким образом. Очень много было вариантов. Перешли к двухмодульным ошейникам, так называется. Электронный час и блок питания. Далее. Вот такие модели. В сегодняшний день я представлю вот такую модель. Рядом, это сегодня броня. У всех идет, у всех. У всех. Если у наших ошейники весят где-то килограмм, да? Килограмм. То сегодня мы ошейниками ошейниками, да? В ошейнике 700 кг. Это январская исследована, допустимая рациона вес, которую у меня нашли, это допустимая до 200-600 грамм. Мы оправировали вес, как у нас, оленей очень легко их перевернулись. То есть на вершку находится электронная часть и внизу блок питания. Самый основной вопрос в крайних заметках это блок питания. Это ЛОХ, детская батарея, которая по технологии не простые, не бытовые, они выдерживают длины 60 и практически от карализации до карализации они выдерживают. Даже две карализации выдерживаются, на один год батарея идет. И маленький секрет есть в том, что вообще нет разорвота нами, и поэтому она легко программируется нашим программистам. Если, допустим, есть зарубежные, которые используют для науки, суперпиологии и так далее, неестественные экологии, то обычно они берут общение беззарубежных, которые транслируют сигнал в ежеминуты, в пяти минуты, через десять лет, сами представляют отношения к домам и живут. А для нашего радио нам такого интервала часто не нужно. Достаточно один-два раза в сутки, и они хорошо представляют, где они находятся. Далее. Вот сами чипы, далее. Это схемотехника наша, инженеры полностью разрабатывают машины наши, далее. Это алгоритмы маленькие, кусочек программы, далее. Ну, то, что у нас организация работала, заработка-разработка, далее. Схемотехники, платформы, различные коммуникации, северные платформы и так далее. То есть, получается, человек получает, часто как бывает, продают отношения, но транслируют и идут в совсем другом сайте. Обычно это бывает, международный сайт, диалог. Там, как хочешь, не хочешь, там диктует свои правила, чего и тратят. Отличная наша, если наша местная продукция, естественно, мы идем на встречи к нашим клиентам, и тратят, бывает, наши ученики, приедут. Ну, это вот позиционируем таким образом на карте, где они находятся. На какой горе, на какой местности, на местности находятся, на местности. Если так, опять, они могут увидеть историю и движения оленя. Так, где он, где ходит, где находится. Очень часто у нас находили оленя в Камулусе. Оленя, заблудились у свежих, около тысячи. Красноярский край, ну, все видели, видели. Все, что нет, вертолета нет, а потом успокоились. Они вернулись, поглуждали, пакетли, наверное, и вернулись в свое время. Это хорошая вещь, а бывает, теряют потери очень большие. Правильно. Ну, вот это позиция для лошадей, загоняют планирующим потери. Только таким образом. Могущее существо, животное, да? Далее. Ну, оленей видели, я видео показываю здесь, как оно тоже, вот таким образом, да, в Камулусском курсе, таким образом, одевается. Специалисты, инженеры не нужны. Оленя делается так, чтобы оно, как бы, отслуживание не требуется. Оно требуется только тогда, когда замена. Они могут заменять батарейки. Аккумуляторами использовались, пользовались аккумуляторами. Недолго вишни, только не живут в наших услугах. Далее. Поскольку батареи живут. Это вот. Это вот. Далее. Это уже. Вот, пожалуй, вы знаете, с чем-то. Серьезно мы уже посчитали опыт, для того, чтобы полностью отслеживать нашу стадо, да? Примерно вот. Да, один ошенник на два столетия, мне оленя его вот так говорят, да? И один ошенник, ну, на табло с лошадей. Вот, отелегармата, вот, да. Вот, и батареи нас, если вы посчитали на секунду, если помните, с нуля считать, это вот представляет. Такая коричневая, 8500 нужно для оленеводства, и 9000 для коньёв, что это полностью поставить под контроль. Далее. Что у нас стадемия? В связи, как мы все просто говорят, непроизводительный отход, торопяш, шоу-кон, так далее, так далее. Ну, часто, может быть, просто так, может быть, за коньёвок. И, что у нас самое интересное, стоимость и битая, где-то оленеводства, 200 млн. рублей. Коньеводство, это где-то 12-18 миллионов на сельское сельское сад, ежегодно. Вот для чего нужны наши машинки. Машинки позволяют контролировать, отслеживать, находить полную программу. Это еще мы считаем, не считая расхода ГСМ, а расхода времени и силы, дружинка. Далее. Спасибо. И еще хочу сказать, что у нас еще идут разработки по нашему программному размещению. Делать интересные разработки научно-технические. То есть оленеводы очень просят, как оленеводы, чтобы как-то отслеживать нападения физиков и так далее. Это сейчас ноу-ха, у нас уже есть решение, где осталось техническим вопросом, что решенники будут передавать сигнал, когда нападут на них волды. И еще сейчас на стадии изыскания у нас идет, как отпугнуть хищников. Если уже работа пошла, то есть техническое можно сделать, но это сегодня тоже как бы ноу-хау, мы еще не завели патент, да. То есть возможно сделать систему, если у нас ученые подтвердят, то сделаем еще сигнал, который будет отпугивать хищников. Это было бы очень здорово. Но это вот, может быть, скажем, то есть с фантазией может быть, но как бы рука, фантазия, они потом превращаются как-либо в площадку жизни. Так ли? По этой инженерии, да, да. Работает. Апромировано где-то? Это апромирование, да. А вот в площадке, введем в площадке, введем в площадке. Сейчас скоро я отправлю, я введу в площадку. А вот с чипами так, вот сейчас чипирование с площадками. Чипирование, это другое. Чипирование, это электронная паспортизация, если по себе можно. Этим мы тоже плотно занимаемся. Скоро я поеду на Барский ЛУЗ на чипирование полностью. Апромирование, электронная паспортизация, это связано с учетом, введением, да, электронной паспортизации. Вопрос в ориентировке и так далее и так далее. И это немножко другое. То есть это работой тоже надо заниматься, конечно. Вот как раз то, что вот передъездной дом, да, Как передать данные, да, мы, конечно, это программное освещение еще поставили, да, Но как передать? Потому что информацию надо передать базу данных. А на местах специалисты не всегда же, они не могут, да. Тогда им можно помочь, да, дистанционировать, обрушавление от системы, от нас, от Саши, да. То есть помочь установить программное освещение, капусту, помочь и так далее. В зоотехнике еще не могут сразу ездить. Дистанционировать, да. То есть система контракционного управления, ВСАД-станция, это, кстати, ВСАД-лайзер, да, ВСАД-лайзере, да, ВСАД-лайзере, да, ВСАД-лайзере, да, ВСАД-лайзере, да, Но это еще не достаточно. Вот. А вот полностью управление автоматизацией, Учета, ВСАД-лайзере, да, Привело бы, конечно, очень хорошим результатом. И болезни, и миграции, и так далее, и учет, и так далее. Это довольно-таки, конечно, сложно, да. Часто из-за того, что нет телекоммуникационной возможности, ВСАД-лайзере, в общем, пошли в материю, Запускаются болезни, ингрессии, и так далее, и так далее, и так далее. Да, всем это нам понятно. Ну, вот так. Спасибо. Спасибо, Александр Игоревич. Ну, действительно, Вы делаете жизнь олиминеводов лучше, да, С точки зрения того, что Вы упрощаете им их задачи, И мы же много слышим про смарт-технологии, да, УМНЫЕ технологии, наверное, это один из таких же примеров, Когда умные технологии делают нашу жизнь, ну, умнее, что ли, да. И забегая вперед, ну, все-таки инфраструктура, Это все-таки самая важная составляющая. Комплексный подход, когда все взаимосвязано, И Ваш вот, да, многофункциональный вот этот комплекс Потом спутниковая сейчас расскажет. Я еще вижу то, что можно было бы сделать так, Чтобы олиминевод сидел у себя в юрке и управлял беспилотником, Который бы полетел за несколько, там, десять сотен, ну, и сто километров, Конечно, пока аккумуляторы не позволяют у них, Но, тем не менее, вот, можно было бы, наверное, Еще и так упрощать жизнь. То есть мы должны думать о том, чтобы, ну, цифровизация, это опять-таки, ну, Нечто большее просто, чем айти-решение. Вот у нас целый айти-парк появился, здесь сидят айтишники, Они делают, в первую очередь, коммерческие продукты. А история в Арктике, это, ну, все-таки, наверное, Прерогатива больше близко к государству. Вот, и здесь роль государства и предпринимателя, конечно, очень важна. Ну, и давайте перейдем к заключительной презентации Протокопов Айал Васильевич, записитель директора ООО «Якстар», Проект обеспечения спутниковой связи у малых и удаленных поселений Арктических регионов, Арктических районов, наверное, да? Здравствуйте, участники форума дискуссионного. Можете себя счастливы? В общем, я представляю группу компании «Якстар», Мы работаем на рынке Якутии с 2012 года. На текущий момент у нас уже подключено Более 158 фронтов. Абонентов физических регионов в сборе республики Более 40 тысяч человек, включая вахтовые поселки и так далее. В целом, мы также за прошедшие два года Были участниками двух больших крупных федеральных проектов. Это «Почта России» и «ЗАГС». То есть, можно смело сказать, что мы практически находимся В любом населенном пункте по Республике Сахарин. Наши технологии – это «АйДелект», То есть, это сейчас вышел новый стандарт. В декабре, как раз таки, 1 декабря прошлого года его презентовали. Соответственно, мы сейчас на территории России, Можно сказать, единственной с нашим партнером «Артелсвязь», Кто может опустить на тарелку стольный габит. А дальше, пожалуйста. Это пропустим. Так, в том числе, помимо предоставления каналов связи, Мы решили заняться также внедрением различных сервисов. Это IT-решений, IT-продуктов. Потому что понятно, как только мы стоим в канал связи, Люди начинают пользоваться интернетом. Соответственно, у нас есть своя студия разработки. Мы разработали различные порталы, Такие как «Сахамови», Это получается, там все легальный контент Киноиндустрии Республики. Разработали «Сахамюзик», Там, как раз таки, тоже легальный контент «Музыки» на югутском языке. Разработали медиа-платформу для Общепозавательных учреждений «Сахарскул». Ну и также различные бедные сервисы. Можно дальше. Да, это кратко про платформу для Общепозавательных учреждений. Это школы, сады. То есть мы их хотим объединить в одну сеть. То есть если раньше текущей ситуации У школы там свой сайт, какой-то свой сайт, какой-то свой сайт. Они нарушают определенные требования Федерального законодательства. Есть там реклама, либо иные вещи присутствуют. Дальше, пожалуйста. Вот, соответственно, что делает наша платформа? Она помогает Общепозавательным учреждениям, И решит их текущие проблемы с открытостью и прозрачностью. Дальше. А, ну вот еще кратко. Получается, по школам. Мы внедрили сейчас в половине города Якутска. Если взять северные районы, Практически у нас весь Ленинголыбск Веселеньголыбский у нас подключается к нашему образовательному проекту. И сама цель, это как бы не просто создать какой-то сайт, да? Это объединить, вообще у нас цель глобально Объединить все учреждения по республике, И предоставлять сервисы. Потому что, когда есть интернет, Любой ребенок, он может быть уже конкурентоспособным во всем мире. Потому что сервисы будут предоставляться Различными крупными игроками. Это как и онлайн обучение, Электронные дневники, электронная библиотека и так далее, и так далее. В том числе, мы с прошлого года Начали запускать мини такие IT-центры в районах. Первый IT-центр мы открыли в Султарском районе. Подробное описание можно увидеть. В том числе, мы уже договорились с... Второй IT-центр мы открываем в Атанамцах, Вольно, 8 февраля. Это после Атанамца, по-моему. И также мы договорились с главой среднекалубского УУСа, Потому что открываем в городе Среднекалубск Тоже IT-центр. Это будет как точка протяжения архитических УУСов. Именно в части как и обучения детей современным IT-технологиям, Так и, возможно, решения каких-то существующих проблем Как и жителей государства или бизнеса на местах С помощью IT-технологий. Тут как раз представлены участники. То есть мы это делаем уже не одни. Если в Султарах мы первый раз открыли сами. Сейчас мы это делаем совместно с Ростелекомом. СПО статус компании Avatec. Это ведущие специалисты в разных областях IT. То есть Avatec, допустим, это по информационной безопасности. Вот. Можно еще дальше. Да, ну тут рассказано кратко, что именно делает этот IT-центр. Я уже его осветил. Дальше. Да, спасибо за внимание. Если есть вопросы, очень краткая децитация. Вы готовы? Да. Спасибо. А я вам? Спасибо. Ну, мы перейдем непосредственно сейчас к обсуждению. По теме нашей дискуссионной встречи. И есть четыре пункта, которые я буду обозначать. И в рамках них мы будем и обсуждать, задавать вопросы. Сейчас уже некая там дискуссия, да? Альтернативная часть наша. Оно от них уже зависит. Если бы в 20 веке человечество вошло в эпоху индустриализации, и в связи с этим наши модели управления, модели производства, всяческие, ну, способы введения того или иного производства, оно шли под воздействием именно индустриализации, то наша жизнь, буквально все, образование, воспитание, управление, взаимоотношения людей, оно сейчас происходит под воздействием цифровизации. Это новая эпоха, мы перешли в эпоху цифрового общества, и много мы знаем, слышим, да, про цифровую экономику, и этим в большей степени это занимается государство. И специалисты кадров для этого нужны. В Арктике, конечно, этот вопрос такой довольно, наверное, пока сложный, да, с точки зрения подготовки кадров и тех людей, которые бы имеют те или иные знания и компетенции для работы вот с учетом всех вот этих цифровых IT направлений, да, этой сферы. Как бы сделать так, чтобы жители там непосредственно обладали этими навыками. В любом случае они должны будут этими навыками, компетенциями обладать, рано или поздно получить их. В этом роль институтов образования опять-таки тоже обретает особую значимость. И первый пункт – это как обеспечить цифровизацию арктической зоны. Хотелось бы услышать тем, кто не выступал, кто здесь присутствует, участвует. Хотелось бы услышать и самих жителей Арктики, и людей, которые работают в этом направлении, отдельно и представителей институтов развития, министерств. Вот, микрофон здесь есть, и если кто-то еще захочет сказать, я могу вам передать. Ну, куда хотите? Да, при чате, пожалуйста, да, как будут и организации. Никола Наталья Васильевна, проект МОВИС Международной арктической школы. Подведутся на организациями «Добрый» и «Науки РСЕР». Я хочу рассказать, как мы планируем оцепровать арктической школы. У нас по линии образования два больших проекта. Первый проект – это подключение к интернету арктических школ и школ, расположенных в трудосудной местности при помощи спутника, который нам предоставили через «Восток Телеком» и «Рост Телеком» японской компании. Соответственно, это был пилотный проект в 2017 году в декабре, когда мы с помощью наших партнеров с Минсвязи, некоторые здесь присутствуют, мы провели интернет в Андрюшкино. И с тех пор там хорошая связь сравнительно с тем, что было ранее. Вы знаете, что у нас есть второй проект, и у нас там есть конкретные показатели. Перевести полностью на цифровое обучение или доступное современное цифровое образование все школы, в том числе, независимо от того, где они расположены, со скоростью не менее 50 мегабит. Это очень большая скорость, сейчас для нас невообразимая. В наших селах она 0,2-0,3-1. И вот когда мы подключились к этому проекту от интернета «Восток Телеком», на сегодня, через два года, они смогли обеспечить уже 110 школ. Соответственно, они бесплатно доставили туда оборудование, сами настраивают. И самая большая проблема – это учителя, ну, инженеры, которые работают в школах. Их практически нет. Есть, например, учительница физики, она же информатик. Приехал техник из, ну, нанятый предприниматель, кстати, вот обращаясь, могу сказать, что вот это очень большое поле для работы. Поскольку, конечно, школа не может отказаться от своего физика, но все же настраивать эту систему нужно периодически. И бывают там сбои связи, снег, ветер летает другого, может быть, возможно, да? То есть поэтому, то есть вот в этой сфере вот есть у нас точки соприкосновения с предпринимателями. И я хочу сказать, что наши планы большие в этом направлении. Мы хотим обеспечить все школы, детские сады, учреждения образования, докопразования. Наиболее активно сейчас очень больших объемов используют интернет. Жиганский район, Алайковский, ну, вот Анабарский. Ну, практически все районы уже активно подключаются. Правда, не до всех еще школ дошли. Но процесс идет быстро, и я думаю, что это все будет организовано. Теперь второй большой проект, который министерство образования и науки уже ведет, это в рамках национального проекта, это полностью, да, вот я сказала, переход. Здесь уже было большое средство направлено уже из федерального бюджета. Здесь уже какие тут технологии, как это будет все внедряться, мы пока не знаем. Но до 2024 года вот должны достигнуть этих целей. Поэтому я хочу вот ко всем обратиться. Если в каких-то селах еще нет интернета, обращайтесь. Потому что эта фирма «Восток Телеком», она доказала до этих два года, что она может все. Кроме, я слышала, конечно, проект «Старый другие», да, но это тоже самое «Растелеком». Я не знаю, на каких спутниках они работают. Эти люди, которые приезжают туда, они поехали сейчас в Сибянкёль, и там будет пилотный проект по цифровизации всего села. То есть не только точка «Школа» или точка «Детский сад», но еще и «Телефония» и другие технологии. То есть возможности здесь большие, и у них появился опыт работы с нашими людьми. У нас очень долго раскачиваются наши, да, люди. То есть когда им скажешь, мы через год только скажем, а там что-то вы говорили. Вот так же, да. То есть в некоторых всего вчера звонил глава Харавлаха Булунского района. Вы, Наталья Васильевна, год назад говорили про это. Да, я говорила, и сейчас говорю. Хотите, вот сейчас вам подпоедут и поставят. Ну, пока дорога есть, да. То есть это хороший проект, и мы говорим, что вот таким образом проект «Офис Международная физическая школа» вне склад. И последнее направление, которое бы мы хотели поддержать, это то, что делает ЦВКУ вот по контенту, да. То есть здесь у нас вот дистанционное образование. Мы ввели дистанционное обучение по кирсскому языку в Мерингли, с Институтом новых технологий, и предложили всем, кто хочет это сделать. У нас есть учительство в городе Якутске, которые из дома вот это делают, да. И есть Института новых технологий, там есть система дистанционного обучения. Также мы можем обучать любому языку любых детей, которые находятся теперь в этих 106-110 школах. Конечно, если будут еще больше школ и больше возможностей, то это будет очень хорошо. И, конечно, перспективы цифровизации очень большие. Нам бы хотелось, конечно, чтобы и оленеводы имели, например, такой же доступ. И мы уже отговаривали такую возможность, чтобы вот на этих вагончиках поставить талелки, да. Но стоит очень дорого. То есть где-то, как сказали Михаил Александрович, 300 долларов. То есть это 20 тысяч, это безлимитный интернет, это минимум того, что сейчас может позволить эта компания. Но чем больше будут у нас потребители, тем, может быть, и дешевле будут стоимость трафика. То есть здесь вот есть перспектива. То есть нужно увеличивать численность жителей Арктики. Жители и потребители интернета. Потребители. Все-таки это рынок. Да, это рынок. Чем больше пользователей, тем интереснее. А наш интерес, чтобы наша Международная Актическая Школа имела возможность достучаться до любого ребенка, который захочет получить хорошую поддержку в своем образовании. Ну, в смысле школьного образования. Спасибо. 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 Давайте еще. У кого есть соображения на тему, как обеспечить цифровизацию Арктики? Арктики. Ага. Спасибо. Робик Константин Васильевич. Вы обмолочены по правам коренных носов в Северной Республике Сахарев. Ну, на самом деле, я с очень большим интересом услышал наших мадраторов. Темы, на самом деле, действительно, которые делаются, они на данный момент очень актуальны. Идут, скажем так, ну, с опережением, да? Ну, это мы здесь сидим. Но, когда мы говорим о Арктике, ну, есть вот, последние, вот, выступающие Ягстан, да? И вот Наталья Васильевна, они отметили самую главную проблему в том, что доступного интернета в планете, прежде чем говорить о цифровизации Арктики. Ну, вот я не специалист в IT, технологиях, там, цифровизации, там, и так далее. Я говорю, исходя из своего опыта и исходя из, ну, скажем так, из годы, да? Поэтому, мне кажется, вот, в своих рекомендациях мы должны, на самом деле, упорливать, в первую очередь, на развитие, скажем так, доступа. То есть, и, с одной стороны, и широкополосный доступ интернет, и, с другой стороны, использование спутниковых систем, связи. И, когда мы говорим о Арктике, сейчас вы знаете, что, ну, технологии, они развиваются с очень быстрой скоростью. То есть, мы должны идти, на самом деле, говорить, когда мы говорим о развитии вот этих систем связи, мы должны говорить с опережением, то есть, не 50 мегабит, мы должны говорить. Мы должны говорить, там, 100 мегабит, там, 1 гигабайт, 1 гигабит и так далее. Потому что, когда мы говорим о цифровизации, на самом деле, вот, многие, да, из этих интересных проектов, они, в основном, пока, ну, это исходя из ограничений скорости доступа и так далее, и так далее, они больше говорят о информатизации, вот, о цифровке правильное слово, сказал Анталия Васильевна. Потому что, о цифровизации, когда мы говорим, мы должны понимать, что это, в будущем, это, в будущем, это, интернет вещей, так называемый, да, о котором говорится, интернет по всему. То есть, когда каждая вещь будет иметь доступ к интернету. И, когда мы говорим о тех отношениях, мы должны говорить о том, что, не просто, вот, кликнул компьютер, посмотрел, где олень, а отношений должен сразу давать сигнал о том, что часть оленья отколоса. Давать сигнал, не только, там, на компьютер, там, на телефон, на ледеводу, там, или еще кому-то, да, он должен давать сигнал, вот, одновременно, ну, это, вообще, идеально, да, допустим, запрашивать данные урана, да, вот так будет, и мы к этому придем рано или поздно. Просто, то есть, уран сразу сообщает, сколько бензина оставаться, и напоминание сразу, опять же, на телефон. Ну, это, поэтому, когда мы говорим о цифровизации, мне кажется, в первую очередь, мы будем говорить о том, что услуги высококачественного, высокоскоростного доступа в интернет. И только тогда мы сможем говорить о цифровизации Арктики и так далее. Ну, на самом деле, вот, предпосылки уже есть. Эти проекты очень интересные, на самом деле. И просто их надо развивать. И одновременно, параллельно, ставить вопрос о том, чтобы развиваться в цифровизации Арктики. Поэтому, спасибо. Спасибо, Константин Васильевич. Еще, друзья, у кого есть соображения, аудитория? Может, вопросы у вас есть относительно выступления? Вот, микрофон, пожалуйста. На самом деле, у меня был, наверное, один вопрос такой, пользуясь случаем, что мы на такой площадке дискуссионной, да, точкой кипения. На самом деле, я ответ знаю, Анатолий Васильевич. Вот, ваш комплекс, все-таки, вот, я думаю, что большинство мало кто знает, что есть уже такой долганский волох, жилой комплекс. Он, конечно, чуть побольше, да, чем ваш, там, два на три метра, возможно, на пять на три. И, на самом деле, мы поддерживаем этот проект. Я считаю, что уже то, что в Долгане в свое время такой инновационный, да, современного, ну, от мира продолжает жить. И проект, он уже давно реализуется у нас. И, оказывается, мало кто знает вообще о том, что народы севера, в России, вот, в Долгане живут уже давно не в палатках, не в чумах, но у них есть свой такой видеоразон, мобильный дом. И вот, хотелось бы узнать, как вы в будущем будете, вот, наверное, этот проект развивать и корректировать, вот, именно, опыт, да, о его реализации, с учетом, возможно, того, что, как это происходит у Долга. Это первый вопрос к Антону Васильевичу. А у меня, вот, пожелание, да, вот, как бы, один из заступающих, все-таки, вот, несколько раз сказал, ну, в этой технологии, просто хотелось бы, чтобы не говорили у нас, так, как малые народности, все-таки не бывает малых и больших народов, да, а также, как не бывает народности, есть только народы и нации. Ну, вот, такое пожелание. Ну, комплекс предназначен, как говорится, вот, ну, Наталья Васильевна сказала, что раздаются кочевые школы, они более-менее стационарные, да, а наш комплекс, он рассчитан для того, чтобы, вот, в реальной жизни, когда дети находятся с родителями и так далее, постоянно были, имели доступ в интернет. То есть, они не только ориентированы на детей, но и на взрослых, когда они будут, потому что они, ну, они тоже должны знать, иметь доступ в интернет, знать информацию о погоде, и, по крайней мере, обучаться, дистанционно повышать квалификацию. Ну, тут не зависит, да, какой национальности, Афган, Горгию. Ну, возможно, я слышал, что-то пространно так, да, вопрос произошло. На самом деле, я хотела бы, чтобы было то, что уже есть в нашей долганские балохи. На самом деле, там точно такая же печка. Я сама в этом балохе выросла. Я, конечно, вот, ну, я не знаю, все-таки я не поняла, как собирать эту печку, обеспечивать, да, то есть, ну, там, например, там обычная буржунка. И когда хочу, я на самом деле там поставить, это нашел спутник в антенну попробовать, да, то есть, у нас уже дом есть. Причем, это не только лениводы там уже живут, он у нас во всем, во всем, во всему направлему лосу, там это и стоянки постоянно используются. Помни, так нашумевшая история, вот, про девочки, близняшки-то проекты, да, они как раз вот в этом балке, который поставили, там по дороге он стоит, там как раз и укрывались и жили. Поэтому, возможно, было бы хорошо, чтобы при этом проект в будущее, как раз попробовать на базе нашего балка вот это вот все использовать. Потому что наши живут сами. Это постоянно? Да. Да. Постоянно. Ну, вот... Да, попытаться ориентировать. Да, конечно, ну, вот Шаря Вячеслав как раз говорил, что у вас, вот, то есть, можно там балки передвигать большие. Да, да. А в других курсах пытались делать... У нас сами это ноут-хау, которые наши люди никогда не раскрывают. Мы пытались у них узнать параметры, допустим, да? Да. А как сама вот нижняя часть сами, как кто это на самом деле учил? Конечно. Другой опыт. Я так понимаю, у вас больше решений для кочующих, да? Да, кочующих, но... Да, кочующих, но... Тоже. Там у них как бы... Есть патру. Там у них... Есть патру. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, Республика сейчас проводит большую работу по проведению автоволокна, по обеспечению высоким скоростным интернетом Республики. Соответственно, на базе этих этих центров возможно точечное развитие Республики. То есть мы можем получить в центре и зарождающиеся центры IT компетенции. И, соответственно, мне кажется, здесь нужно начинать с обучения детей, школьников, и подключать наших талантливых айтишников, которые живут в абсолютно разных населенных пунктах. Мы, со своей стороны, пенсионная компания, сейчас открыли фонд развития и инноваций, некоммерческая организация. И на следующий момент принимаем заявки на участие в сервизационной программе, которая начнется 15 марта. То есть уже заявки мы уже принимаем. Это те проекты, которые связаны с IT, с технологиями, с программированием, с сайтами. То есть вы можете тоже уже обращаться. Соответственно, по данной программе мы будем предоставлять анонсирование до 2 миллионов рублей стартапам. При этом это не в форме займов. Это будет опцион, то есть хождение в доме. Приставлю в курс большой нагрузки. Не надо как проценты платить сразу-сразу-сразу. И как сервизационная программа будет интересно предоставлять обучение новым современным методикам развития продукта, каналов продаж. То есть будет позволять компаниям интуитивно искать эти методики там за несколько лет, сразу за три года очень быстро обучаться и, соответственно, выводить свои продукты. Ну, в том числе на другие рынки. Не только предоставлять продукты здесь внутри республики, но и выходить на рынок других регионов, на рынки СНГ. Ну и самое идеальное – на глобальный рынок выходить. Вот поэтому приглашаем вас, у кого есть интересные вот такие проекты, уже можно обращаться. Сейчас идёт активно у нас на сайте b8accelerator.com. Принимаются заявки. Ещё раз. Как-как? Вы визитки раздаетесь. Визитка есть. Визитки, да? Визитки, да. b8accelerator.com. Но на ИКТ идёт реклама, там большой баннер, синенький. На ИКТ.ру? На ИКТ.ру идёт сейчас. А, на ИКТ.ру идёт. На какого срока? Срок принятия заявок 24 февраля. Ну, там различные IT, соответственно, проекты, которые могут тиражироваться, то есть на другие рынки. Если ваша школа, там она планирует как-то расти, там переходить, предоставить услуги. Нет. Мы, например, знаем какая у нас проблема, мы хотим её решить. Мы хотим найти деньги и людей, которые это не решат проблемам. Ну, вот, у нас условия, значит, вы должны прийти с командой. То есть у вас должна быть команда, то есть это не один человек, а минимум два человека с разными ролями. То есть это, допустим, там, руководитель проекта, там, финансист, маркетолог, плюс программист, допустим. Ну, у меня мысль такая, что у вас такое подспорье, вот целая школа, скажем так. Возможно, вам стоит запустить образовательную программу по упаковке, там, инновационных проектов. И стартовал, да? Потому что эти ребята, ваши ученики формировали команды, их было много, и вот шли вот в такую программу. Это будет получше, но сейчас-то у нас нет никого. Ну, вот будут открываться IT-центры, я думаю, что на базе IT-центров будет обучение школьникам, соответственно, ничто не мешает школьникам уже создавать какие-то проекты. В мире очень много примеров, когда даже вот тот же Microsoft, SteamJobs, там, они не оканчивали там выше даже этот. Кто-то на первом курсе учился и начал с любви. То есть если... У нас очень много талантливой молодежи, которая, в принципе, может начинать проекты. Я бы, знаете, что добавил, все-таки вот, когда мы погружаемся в новый такой цифровой мир, нам нужно задуматься о цифровой грамотности. Мы говорим о финансовой грамотности, о цифровой грамотности. Можно вот эту составляющую. Любой человек должен уметь пользоваться, да? Или даже рекомендировать. Кадры всегда. Потому что надо подготовить кадры, которые будут эти цифровые технологии внедрять. Нельзя их сразу внедрять. И мы не обладаем там, грубо говоря. А сами, азбуки. То есть сначала нужно людей обучить. А на обучение людей дают деньги? Ну вот, к сожалению, на обучение... Но вот эта акселерационная программа, она как раз и состоит в том, что мы будем обучать новым технологиям. Но она не такая, как академическая программа, а там есть просто ряд книг, исследований от тех компаний, которые добились успеха. Или анализ компаний, в которых преподаются определенные методики. И мы будем рассказывать очень-очень сжато там. Вот есть такая методика. Буквально час-полтора введения. А потом неделя на отработку этой методики. То есть там теории чуть-чуть и основной практикой. И до автоматизма прошли эту методику. Потом опять введение в новую. Следующую методику. Проработали там каналы продаж. Там неделя не получилось. Две недели. Следующая методика и так далее. И будут привлекаться различные менторы, которые будут консультировать. Смотреть, как компании продвигаются по своим продуктам. Наша цель, чтобы эти компании делали первые продажи. Самое главное. Любой продукт может быть замечательный. Если он не продается, он их не нужен. Наша цель, чтобы наши компании делали первые продажи. Вопрос можно. Они послушали проекты. Но из этих проектов хоть один имеет шансы участвовать в нашем конкурсе? Я думаю, что конечно. Есть и технологические проекты. По наблюдению с оленями он тоже имеет смысл. Если вы его планируете тиражировать. Не только где-то там. У нас только в республике. Но если эти продукты будут востребованы, скажем, в нацских странах. Там в Канаде, там в Новой Зеландии. И вы такие планы представляете? Конечно, мы его, наверное, рассматриваете. Но единственное, что вот первый год у нас IT направление. Соответственно, со следующего года уже мы будем рассматривать технологии. Вот интересный был проект. По комплексу в КЖ Тундра можно относиться на эти проекты? Вы на сайте посмотрите. У нас есть фокус, какие проекты. Первый год у нас Ивдархан построил цель, это эти проекты. А со следующего года, 20-го, мы будем расширять этот проект. Мне кажется, в Технопарк вот с проектом Тундра просто спокойный. И там тоже можно поддерживать получить? Можно в Технопарк. Можно вот здесь выйти в парк. Сейчас тоже они собирают заявки для размещения. То есть они, если уже не риговый центр, можно доработать, соответственно, продукты до той кондиции, чтобы его можно было активно продавать и уходить на рынок. Поэтому очень часто институтов развития много, и уходить на рынок. Вот здесь, в этом здании. Как раз в этом здании эти парк. Да. У нас последние. Ивансирование проекта. Венчурная компания. И Технопарк. Это разные фонды, да? Да. Технопарк и эти парк, он предоставляет поддержку имущества. Они здесь предоставляют помещения по льготной аренде или по обычной аренде, да? Плюс у Технопарка есть много разделений типа инжиниринговых центров. Там у них есть 3D принтеры. То есть есть различные инструменты, на которых, ну, коллективного пользования, которых пока вы здесь вы будете резидентом, вы можете пользоваться, дорабатывать свой продукт вот до той кондиции, как бы до промышленного образца, который потом можно продавать. Венчурная компания, да, мы финансовый институт развития, мы даем деньги. Но вот через Эксератор мы будем давать, помимо денег, еще небольшая образовательная часть, которая будет обеспечивать, соответственно, новыми методиками. Это customer development, business development, юнит-экономика, там, gross hacking, новый маркетинг, который помогает более экономно, более быстрее использовать современные, соответственно, инструменты, чужие, там, допустим, там, в Google есть много инструментов, там, рекламный и так далее, метрик в Яндекс и так далее, Facebook, там, инструменты и так далее. То есть мы будем обучать именно вот этим, использовать там инструменты, которые есть, то есть, чтобы снижать свою стоимость, за небольшие деньги, мы будем добиваться большего результата и быстрее. А Вы даете финансируйте на научно-техническую разработку или на производство выпуска продажи стены? На что? Ну, как правило, мы будем финансироваться финансировать те компании, которые 10 км в 3 – это минимальный, минимальный шистоспособный продукт, который, он еще не идеальный, там, ну, скажем, смартфон, да, а это еще вот… Ну, такой прототип первый. Прототип. Да, первый, да, но который уже можно предлагать и проверять различные трудности, работая с клиентами, то есть выяснять, будут они вообще покупать. Ну, вот как раз мы прототипы вот сделали, да, хотим выйти на тиражирование, на Сирии. Да, да, если у вас есть прототип, это вообще классно. Уже испытания у нас провели, два-три года, такие шипы, на Каштензике, уже хотим выйти на Сирии, вот, пользуясь технопарками, да, мы уже выставили… Да, получив статус резидента технопарка, вы уже повысите еще свой статус, и вам будут доверять, и больше знаний получите… Ну, мы… …финансировали… А, да? Да, уже несколько месяцев. С декабря. Ну, отлично. Вот еще вопрос, видимо, да? Да, можно микрофон передать? Можно. Смотрите. Здравствуйте. Меня зовут Трофгат Рогатинович, я из ассоциации ТЕИРов, и у меня вот предложение насчет… МЖК или… Как назывался это? Турера. Турера. Компенс. Да. Чтобы… Сдали, вот, поклон, адресную помощь для армииотов, или как там вот так назвать, и чтобы курировал… Ну, ответственным было это новое, новое министерство по развитию Арктики, чтобы финансировали для армииотов грандами, или как вот… Ну, над законопроектом надо будет поработать, думая. А то, мне кажется, денег не будет у армииотов, поэтому… Ну, да, действительно, действительно, видимо, это… Так и должно быть, чтобы государство взяло на себя роль, но всегда мы пытаемся уйти от того, чтобы зависеть от государства, как бы с точки зрения… И так, что… Дайте, 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 дайте… Но, тем не менее, учитывая специфику арктических зон, и если мы говорим, действительно, о цифровой, такой, экономике, то мы должны погрузиться во все аспекты жизнедеятельности, и в том числе, вот, жизнь и быт арене водов, коренных иммунчисловных организаций. Уважение. Родилось в России. Давайте. Здравствуйте. Да, у меня вот в дополнение то, что вот Алексей Загоряк сказал, да. Хочу вот согласиться, что действительно в Арктике, когда мы говорим о развитии вот той же цифровизации, конечно, во всем должна быть экономика, да, то есть должно быть понятно, что это должно быть целесообразно с экономической точки зрения, и так далее. Но Арктика, как вот Иван сказал, это специфический регион, где без государственной поддержки, без решения вот этих социальных вопросов невозможно просто. То есть просто на одной экономике в Арктике, к сожалению, мы не сможем решить проблему. Да. Поэтому вот то, что Алексей сказал по поводу привлечения недропользователей, крупных компаний, да, раз уж они ведут свою деятельность на территории проживания коренных народов вот этого населения в Арктике, они все-таки тоже должны вкладываться в инфраструктуру, и в том числе вот в эту телекоммуникационную инфраструктуру. И вот мы, когда на Ямале работали, мы ввели, ну, такое предложение прозвучало, вы знаете, что там ведется деятельность компания «Газпром», которая использует, ну, точнее, строит газопроводы. И нам специалисты сказали, я сам не специалист, если, может быть, хоть есть такие специалисты, говорят, что вдоль любого газотранспортного магистрали прокладывается оптиково-латонный кабель. Вот. И вот шел разговор о том, чтобы наладить с «Газпромом» или какой-то контакт, да, чтобы в рамках социальной ответственности бизнеса либо социального партнерства с хорошими народами, дать возможность доступа к этому оптиковолоконному кабелю для использования в своих целях. Потому что там достаточно одного волокна, чтобы обеспечить там передачу данных, да. И, ну, мне кажется, вот тоже нам и ассоциации большой, и нашей ассоциации региональной надо задуматься с тем, чтобы устраивать такие партнерские отношения с недором пользователем, чтобы они давали возможность доступа к своей инфраструктуре, но на каких-то там условиях. Да, и в том числе могли бы в будущем в том числе и зарабатывать деньги на той же аренде этого камня, то есть на развитие каких-то цифровых услуг, связей и так далее. Вот, я думаю, что может, конечно, сейчас в Арктике, в нашей Арктике, по крайней мере, нет никаких газотранспортных сетей, но, тем не менее, промышленные компании все равно будут развивать эту инфраструктуру и использовать какие-то там технические средства. И второе, вот то, что касается оптиковолоконных кабелей, у нас, ну, мы знаем, строится вот этот кабель, который идет туда дальше, до Востока. Вот, но в Арктической зоне все равно когда-то, в будущем, встанет вопрос о развитии Арктической, Арктического оптиковолоконного кабеля по примеру, например, Канады. Они вот сейчас строят очень длинный, там, несколько тысяч километров оптиковолоконный кабель для обеспечения своих арктических поселений. Я думаю, что мы к этому тоже придем, и вот к этому моменту мы должны быть готовы такого рода предложения. Ну, а вот этот комплекс Тундры, я думаю, это очень хорошая идея. Мы до удовольствия с Анатолием Васильевичем его обсуждаем, пытаемся продвинуть и надеемся вот тоже на поддержку всех, кто здесь сегодня участвовал, чтобы в тех или иных вариантах можно было его реализовать, хотя бы в пилотном режиме сначала. как последняя виза доступа. Да, а потом уже будем его как бы модернизировать, совершенствовать и так далее, чтобы все-таки какой-то один пример технического доступа существовал. Да, Тавелик. Ну, давайте завершать нашу встречу. Я предлагаю в дальнейшем, да, каким-то образом нам поддерживать коммуникацию. Возможно, это под сам руку все-таки про цифровизацию, про инструменты, коммуникации, да, которые позволяют нам быстрее обмениваться информацией, вот, и решать те или иные вопросы. Мы подготовили итоговый документ сегодняшней встречи, и здесь у нас будут рекомендации в адрес руководства республики, и если у кого-то есть еще предложение, мы просим их направить, и я предлагаю Анну, да, все-таки вот эту, эту функцию дальше взять, чтобы могли вам через вас уже все вот эти, да, предложения, правильно? Вот, и вот здесь у нас по проектам есть, ну, по трём проектам, которые были озвучены, и компания Эликстар, вот, тоже свой проект, если вы хотите сюда включить, то, да, предложите и скажите, вот, в следующей неделе мы поработаем, вот, да, и в конце недели уже нужно направлять время действительно мало, для того, чтобы эти рекомендации были вычтены при внесении изменений в государственную программу по развитию арктических территорий республики.